Здравствуйте, товарищи! Наша передача «Камера смотрит мир» получает довольно много писем, авторы которых просят рассказать о том, как живут на Западе бывшие советские граждане, уехавшие из Советского Союза. Сегодня мы постараемся выполнить эти просьбы. Передача наша сегодняшняя будет построена несколько необычно. Вначале вы увидите американский фильм, снятый в Соединенных Штатах Америки, американской телевизионной компанией, специально для американской аудитории, как раз рассказывающий о том, как живут в Соединенных Штатах бывшие советские граждане, уехавшие в последние 10-15 лет на постоянное жительство в Израиль, но поселившиеся в Соединенных Штатах Америки. Люди эти заявляли, что желают воссоединиться со своими родственниками, и советское государство предоставило им это право. Однако немало среди них и таких, которые выехали, поддавшись сионистской пропаганде, получив вызов от несуществующих родственников. Рассылкой таких вызовов фальшивых занимаются специально созданные сионистские конторы и организации, связанные со спецслужбами. Фильм этот займет приблизительно минут 50, а затем мы с вами продолжим передачу. Но прежде чем показать вам этот фильм, я хотел бы сказать несколько слов о том, с какой целью он был создан. Дело вот в чем. Факт, что большинство советских граждан, бывших советских граждан, оказавшихся в Соединенных Штатах Америки, чувствуют себя так или иначе несчастливо, стал известен большому числу американцев, которые благодаря пропаганде раньше полагали, что каждый человек, приехавший из Советского Союза в Соединенные Штаты, должен благодарить судьбу и наслаждаться пребыванием в этой стране. Однако этого не произошло. Более того, многие, приехавшие из Советского Союза, не принимают ни принципов американского образа жизни, ни его ценностей. Почему это происходит, и взялись объяснить американской аудитории авторы фильма. Избран был довольно простой способ. Тезис первый. Доказать, что люди, воспитанные в Советском Союзе, вообще не могут пользоваться американскими свободами, поскольку у них в Советском Союзе вообще, естественно, как известно, вообще нет никаких свобод. И тезис второй. Доказать, что люди, живущие в Советском Союзе, вообще плохие люди, нечестные, безинициативные, примитивные, и тем самым усилить волну антисоветизма. Вот с такой целью был, на мой взгляд, сделан фильм. Но конечный эмоциональный результат его оказался не тем, на который рассчитывали авторы. Об этом мы говорим позже, когда вы посмотрите фильм. А сейчас я хочу вам сказать, что фильм мы показываем в том виде, безо всяких изменений, в каком он был получен нами из Соединенных Штатов. Дикторский текст и текст интервью мы переводим с английского на русский в том виде, как он был произнесен по-английски. Фильм называется «Русские здесь». Надо иметь в виду, что в Соединенных Штатах русскими называют всех людей, живущих в Советском Союзе. Итак, фильм. «Русские здесь». Они переселенцы из загадочной страны. Их прибытие к нашим берегам поддерживает нашу веру в ценности нашего демократического общества. Это волна эмиграции, начавшаяся в 1971 году, когда Советский Союз, по невполне ясным до сих пор мотивам, разрешил выехать некоторым из своих граждан. Официальная политика разрешала еврейским семьям воссоединиться в Израиле. Однако советская бюрократия, отбросив обычную строгость, позволила ускользнуть и другим, не имевшим на это никаких законных прав. Из 250 тысяч, покинувших Советский Союз за последние 10 лет, 100 тысяч находятся в настоящее время в Соединенных Штатах, и половина из них проживает на Восточном берегу, где ими созданы собственные поселения со своим укладом жизни, языком и культурой. Это своего рода мини-Россия, где звучит русская речь и видны русские лица. Здесь своя собственная музыка, свои игры и развлечения, свои фильмы и даже свои собственные кинозвезды. Люди, о которых мы никогда и слыхом не слыхивали, такие как Галина Рабат и Борис Сичкин, известны каждому русскому, и на их концертах залы заполнены до отказа тысячной аудитории, так что остаются лишь стоячие места. «Алеша, работа тебе будет никакая, да разве пора книжки постирать, и будем с тобой, дорогая, Алеша, захочи я танцевать?» Всего несколько лет тому назад они были в России, живя в условиях твердой идеологии и повседневных забот. Это была жизнь с очередями за продуктами питания, с лишениями, ограниченными удобствами, с предметами роскоши, о которых можно было только мечтать. Может быть, поэтому приезжим из России в Америку все кажется доступным. Они оказываются в мире, где отороченные мехом облака проливаются дождями колбасного изобилия. Господа нью-йоркцы, прибывшие с Одессы, я пару слов по существу... Мир американского изобилия. Каждый выходной – праздник, и при этом вспоминается Одесса. Дружески настроенные власти стараются облегчить столкновения с неприятными сторонами жизни в Америке. Мы рекомендуем вам не доверять дверной цепочке. Не пользуйтесь дверной цепочкой, не открывайте дверь на цепочку. Мы всегда пользуемся дверными глазками. Мы смотрим сквозь закрытую дверь. Если за дверь незнакомой, мы ему не открываем. Мы уже говорили вам, что полиция никогда не приходит без уведомления. представители телефона и компании не придут, пока вы их не вызовете. Мы никогда не открываем дверь незнакомым лицам, особенно в летнее время. У многих нет кондиционера. Вы хотите оставлять немножко приоткрытую дверь, чтобы из коридора проходил воздух. Не делайте этого. Нельзя. Однако отношения с властями, столь милые, как эти, не всегда такие близкие, как это может показаться с первого взгляда. Всякий раз, когда я имел с ними дело, я замечал, что они стремятся избегать нас. Они нас очень боятся и идут на попятную перед представителями закона. Они вообще не хотят иметь ничего общего с полицией. Это прескверная манера поведения, приобретенной ими в России. Я считаю, что они переживают весьма трудный период, осознавая и усваивая те свободы, которые им предлагаются в Америке. Я думаю, что бывали случаи, когда они пытались хитрить или пытаться делать что-то в обход для того, чтобы заполучить вещи общедоступные. Они покупали фальшивые русские водительские права, чтобы в отделе дорожной полиции обменять их на постоянные водительские права. И платили большие деньги. За что? Если бы только они могли знать, ведь все, что им надо было сделать, так это просто пойти в отдел дорожной полиции, приобрести бланк стоимостью в 5 долларов, пройти проверку навыков вождения, а затем получить водительские права города Нью-Йорка. Видимо, в России они все делали за взятку. Я не специалист по русским, но думаю, что система жизни у них такая. Система подпольной нелегальной экономики, которую Люба, ныне владелица кафе, тщетно пытается объяснить. Нет. Это очень трудно объяснить. Очень трудно. Надо жить в этой стране, надо родиться в этой стране, в России. В России, если вы и ваш муж работаете, то много вы не заработаете. Вы не имеете возможности покупать красивые вещи на свой заработок. Это невозможно. Если хочешь иметь то, что нравится, должен воровать. Занимайся бизнесом, спекулируй или отправляйся на черный рынок. Чем-то занимайся. Необходимо что-то предпринимать. И таковы все русские? Большинство из них. Они должны осознать, что в Соединенных Штатах так не делают. У нас все делается в соответствии с буквой закона. Для них существует правило, постановление, и у них есть права. До тех пор, пока они не усвоят того, что у них есть права, и что они здесь свободны, им придется весьма и весьма трудно. Все вы прибыли в эту страну недавно. Свобода. Вот зачем они приехали. Вы находитесь здесь совсем мало времени, не так ли? Три месяца? Именно так говорят они нам. Только это они и хотят здесь получить. Не могли бы вы рассказать мне, как вы себе представляете собственную свободу, и что она означает для вас? Свобода для меня, это означает говорить то, что думаю, и поступать так, как хочу. для меня свобода – это свобода работать на себя. Я думаю, что свобода – это когда можно найти любые книги, начиная от книг по древней истории, всех стран мира и на любых языках. Думаю, что здесь, в этой стране, я не буду бояться за своих детей, за их будущее, за их жизнь. Однако в Америке, когда прокладываешь себе путь в жизни, трудно сохранить верность идеалам. Это чересчур. Знаете ли, чересчур уж много здесь свободы. А для кого тут слишком много свободы? Я вам так скажу, слишком много свободы для преступников, слишком много свободы для молодежи, я вам говорил. Почему вы сюда приехали? Почему я сюда приехал? Хочу быть свободным. Вероятно, половина таксистов Нью-Йорка – это русские. У них есть свои места встреч, свои рестораны, куда они готовы ехать за много миль, чтобы поесть русской пищи, увидеть русские лица и высказать русские мысли. Почему вы сюда приехали? Хочу быть свободным. Все зависит от того, что понимается под свободой. Я свободен. Я свободен. Работаю под 20 часов. Я свободен. Я свободен. И могу поехать во Францию. Правда, у меня нет денег. Понимаете, а что вы понимаете под свободой? Свободен. Свободен. Ну, свободен. Все зависит от того, как это понимать. Это важно. Это нелегко. Все это проблематично. Если кто-то говорит вам, я приехал, мне нравился режим, мне нравится здесь, мне нравится там, у каждой страны свои собственные проблемы и свои плюсы и минусы. И, по-видимому, при подсчете плюсов и минусов Россия получает наибольшее количество плюсов, в основном из-за предлагаемой ею всем своим гражданам обширной сети бесплатных социальных благ и услуг. По иронии, свобода для всех в Америке это нечто, к чему они относятся неодобрительно. Слишком много свободы. Здесь, в Америке, слишком много свободы, потому что... А для вас тоже слишком много свободы? Нет, не для всех. Для плохих людей чересчур много свободы. Что-то странное представление о свободе. Когда беседуешь с советскими иммигрантами, каждый из них непременно заговорит о свободе. Я действительно хочу стать свободным. Именно этого я хочу. Я приехал сюда ради свободы. Но если продолжить беседу... доктор Симкин психиатр и советский эмигрант. То становится ясно, что этот человек не понимает, что такое действительная свобода, поскольку у этих людей никогда не было настоящей свободы. Советский народ в массе своей является каким-то новым созданием. Имя ему хомо советикус. Каждый, родившийся в советской России, уже заранее запрограммирован стать бойцом великий, великий армии вместе со всем советским народом. С утренней линейки шагом марш! Ну, а что такое армия? Армия это необходимость выполнять приказы. И каждый шаг в жизни можно запрограммировать иерархией приказов. И советское правительство, и советская идеология занимаются созданием этой армии на протяжении всего периода существования советской России. 60 лет одной партии, одной правды, одного голоса. Здесь теперь находятся морские пехотинцы США из так называемых международных сил разъединения. На протяжении всей жизни приучают не просто подчиняться указаниям, а подчиняться добровольно, без принуждения. Каждому индивиду внушается, что он необходим государству. Их учат, что свобода есть осознание личностью нужд общества, и что государство берет на себя заботы о потребностях личности. Таково действительно истинное свободное общество. Личная свобода ведет к хаосу, капиталистическая система, к джунглям беззакония. Таковы эти люди, которые изо дня в день слышали эти слова, пусть даже если они и не верили им, и которых внезапно забросило в наш мир. Они непременно будут чувствовать себя испуганными и потерянными. Советские эмигранты раскрывают некоторые свои чувства и мысли в письмах в свои газеты. Уважаемый редактор, семь лет мы в Америке живем хорошо, однако в погоне за долларами мы потеряли своего ребенка. Я смотрю в лицо моей дочери и вижу постороннее существо. Своей семнадцать она знакома со всеми извращениями секса. Порой я не знаю где она и с кем. Здесь это называют личной жизнью. Я ни о чем не думаю кроме своего бизнеса. Мне постоянно приходится принимать решения, решения от которых зависят мое будущее и будущее других людей, которые зависят от меня. Американские бизнесмены любят говорить о себе, что они любят рисковать. А страх риска для меня почти то же самое, что и страх перед КГБ. В России мне не надо было беспокоиться о таких вещах, как финансовый риск. Уважаемый редактор, все мы знаем, что в России много проблем, но по крайней мере там всегда знаешь, куда обратиться за помощью. Правительство может наказать, но оно может также и защитить. Здесь же в Америке у нас возможно поменьше проблем, но здесь некуда обратиться со своими жалобами. Никто за тебя не отвечает. Ты свободна и предоставлена самой себе. Свобода от властей, вот чего они хотели больше всего. Но, как ни странно, именно этой свободы им сейчас и не достает. За последние десять лет на Западе стало выходить несколько газет советских эмигрантов. Алекс Гиннес и Питер Вейл, журналисты из New American газет, издающийся в Нью-Йорке. В газете New American мы лично испытали на себе, что такое демократия. И мы пытаемся привнести демократическое мышление в демократию, в умы нашего эмигрантского сообщества. но мне думается, что это очень трудно в основном потому, возможно, в основном из-за нас самих. Сергей Тоблатов, бывший главный редактор этой газеты. В России каждое утро я ходил на работу и я точно знал, что мне делать, что писать, что думать и чего не думать. Поскольку каждый, как это было, например, в газете, каждый месяц мы получали список указания относительно политических деятелей и прочих ситуаций в мире. Я знал, что господин Франко это плохо, господин Оленди это хорошо, и это было очень удобно. Потом я приехал сюда и стал главным редактором русской газеты и и никто не говорил мне, что делать, что думать, что писать. Мне приходилось это решать самому каждый день. И это интересно и нормально, но это крайне неудобно. Русским очень трудно понять, что у каждого своя точка зрения. Показывать негативные явления считается здесь свободой. показывать по телевидению протестующих гомосексуалистов и лесбиянок также считается демократией. Кажется забавным, но если кто-то не согласен с какой-то статьей, помещенной в нашей газете, он и не пытается написать опровержение, а первым его желанием является закрыть газету и посадить нас всех в тюрьму. Это правда. Все это смешно и вместе с тем очень печально, но это именно так. Переход к свободе труден не только для журналистов и тех, кто формирует мнение. Это нелегкий путь для простых мужчин и женщин, сталкивающихся с повседневными заботами и трудностями, к которым они не были подготовлены. Это как езда по ухабистой дороге. Марина работала в одном из музеев в Ленинграде. Как и все в России, она находилась на государственной службе. Здесь, в Америке, она стала организатором экскурсий, и у нее свое собственное дело. Переход был нелегким. Да, в России действительно чувствуешь себя спокойно. Большинство людей по окончании высших учебных заведений получают работу, и большинство из них работают на одном месте до конца жизни. Им не хочется никаких перемен, даже если они и недовольны. они не пытаются уяснить, довольны они или нет, поскольку считают, что это единственный правильный путь в жизни. Здесь, в Америке, приходится приспосабливаться к новому образу жизни. Недоволен своей работой, иди и ищи что-то новое, или попытайся создать что-то новое. Так случилось со мной. Но это нелегко, потому что в России можно жить очень счастливо, не надо бороться, не надо за это сражаться. А здесь все по-другому. Например, к концу прошлого года я почувствовала себя великолепно, и мне думалось, что дела мои идут наилучшим образом. Я заработала такие приличные деньги, и стала уже подыскивать новый дом. И я ожидала каких-то перемен к лучшему, и думала, о, вот она, моя свобода. Но наступил Новый год, и все изменилось в один день. У меня вообще не стало заработка, и я думала, что же будет, если я потрачу все деньги, которые у меня есть. Кто придет ко мне и скажет, у меня есть для вас работа, приходите и работайте. Так что, с этой точки зрения, я считаю, что все крайне нелегко. И именно по этой причине очень многие приехавшие из России в Америку чувствуют себя такими несчастными, даже если они свободны. Так много людей в России мечтали об этой свободе, они повторяли это слово сотни и сотни раз, но ни один из них совершенно не отдавал при этом себе отчета в том, что же это значит. Они не думали, что свобода это свобода идти искать работу, что-то для своих ребятишек, свобода идти и решать, что же делать завтра. Так что, свобода на самом деле превращается для них зачастую в нечто ужасающее, трудное для них, а для некоторых из них это становится настоящей трагедией, поскольку у людей нет опыта борьбы за свою жизнь каждый день. Измотанные повседневной борьбой, не имея опыта передвижения и не усвоив образ жизни в свободном мире, большинство советских эмигрантов не понимают здешней предприимчивости. Многие объединяются в группы, чтобы отправиться на экскурсии под предводительством гида, даже на экскурсии в тех городах, где они теперь живут. Организуемые марины экскурсионные поездки это краткие ознакомительные курсы по Америке. В первую очередь это непременно урок географии. Вы увидите Манхэттен бридж, бруклинский и манхэттенский бич, бридж, бриджи соединили Манхэттен с Бруклином Паури и Пел, а справа Сан-Джон и Дивайн. В Америке есть чем заняться и места, которые стоит посмотреть. Гигантский отель Плаза на ланчи, на бранчи, с левой стороны сакс и в севеню. А все то... Краткое, но все уъемлющее рассуждение о самом важном из всех американских непременных атрибутов о деньгах. Дорогие друзья, мы с вами находимся на Уолл-стрит. Мы с вами проезжаем крупнейшую и мощнейшую фирму под названием Мэри Линч, крупнейшие брокеры, таких как фирма Рокефеллер, таких как фирма Морган. Вы видите здание American Exchange. Но обучая и образовывая других, Марина постоянно должна учиться и сама. В Америке с тех пор, как я открыла собственное дело, я не припомню дня, когда бы я чувствовала себя счастливой с начала рабочего дня и до конца. Я, возможно, и смогла бы почувствовать себя счастливой на какие-то 10 минут, но затем я стала бы думать, а что будет завтра? Необходимо научиться иметь дело с конкуренцией, и мне кажется, что конкуренция это самое трудное, чему приходится учиться в Америке. Крайне трудно научиться, как вести борьбу на законном основании, поскольку все мы, приехавшие в эту страну, в чем-то очень агрессивны, на мой взгляд, и всем нам хочется иметь собственное дело. Мы этого жаждем, и когда я открыла собственное дело, а пару месяцев спустя кто-то решил тоже заняться этим же бизнесом, то моим первым побуждением было пойти и убить его, но потом мне пришлось научиться, как это сделать не впрямую, как улучшить дело, и как попытаться самому стать лучше, а также как привлечь еще людей, так что здесь нам приходится учиться другому образу мыслей. Но подойти к чуждому образу жизни нелегко, особенно если родился и вырос в Советском Союзе. Таких счастливчиков, которым этот новый образ существования дался легко и естественно всего единицы. Привет, мадам, не взглянется ли на курс акций всего одной компании American Exchange Instrument Systems ISY. Хорошо, я подожду. Михаил Кролл живет на Западе уже 4 года. Алло, здравствуйте. Нет, ничего страшного. Не беспокойтесь. Когда я прибыл в Соединенные Штаты, то я и понятия не имел, чем стану заниматься. У меня было разнообразное образование. Я изучал технику, но не закончил обучение. Затем 2 года служил в армии, а потом изучал медицину. В общем, профессии у меня не было, но был опыт в плотническом деле. Как-то раз я нанялся построить настил в сельской местности. Это была моя первая большая работа. По правде, я даже не знал, сколько мне запросить за работу. Вечерами, поскольку я остановился в том доме, я видел, что джентльмен, нанявший меня, читает газету, где напечатаны такие мелкие цифры. Я спросил его, что это такое, а он ответил, что это курсовой бюллетень фондовой биржи. Тогда я спросил, что означают эти маленькие цифры. Он отметил, что это цены, и там, где плюс один, это означает плюс один доллар. Тогда я спросил, что же это получается. Выходит, если я сегодня покупаю акцию на тысячу долларов, а завтра курс акции подскочит на два пункта, то, следовательно, я заработал две тысячи долларов. Он ответил, да, но если курс упадет на два пункта, то тогда теряешь две тысячи долларов. Идея мне понравилась. Я задал ему еще несколько вопросов, и все, что он мне говорил, до меня находило без особого труда. И думаю, что к концу нашей беседы я даже стал вносить какие-то предложения. Итак, я был плотником, заинтересовавшимся финансами, и, поразмыслив, я решил, что это именно то, чему мне хотелось бы заниматься профессионально. Контора Михаила Кролла забита советскими мигрантами, стремящимися приобщиться к тайным деланиям денег в Америке. Господин Саренс, Михаил Кролл вас примет. Можно? Да. Здравствуйте. Да. Приветствую. Здравствуйте. Присаживайтесь. Я вам дам свою карточку, чтобы меня всегда могли найти. Я зовут Михаил Кролл. Майкл Сейлс, Задачи торговых сделок, стоящие перед клиентами Михаила, весьма скромны. В этой богатой стране, заявляет он, из-за отсутствия дельного совета 95% американцев не могут позволить себе выйти на пенсию без помощи выплат по собственному социальному обеспечению. Американцы спрашивают, на кого работаешь, на какую компанию, почему предлагаешь именно это, почему это им выгодно, а если им что-то непонятно или отсутствует опыт, то они пытаются раскритиковать ваши профессиональные суждения. Русские же те не анализируют, что вы им на самом деле предлагаете или советуете, разве что уже они решили довериться вам, то они делают так, как вы им скажете. Раз уж они доверяют вам, то готовы отдать все, чем владеют, зачастую наличными, по старой привычке, сохранившейся от жизни в Советском Союзе, где вообще отсутствует банковская система и возможности вложения капитала. Тогда позвольте вам сказать, что 95% американцев по статистике не могут позволить себе уйти на пенсию, не имея доходов по социальному обеспечению. Поэтому американцы в своей массе становятся на старости лет бедняками, так как не позаботились о том, чтобы разработать какую-то программу. немного сбережений и русская технология. Вот и все, что требуется для исправления создавшегося положения. Михаил верит в то, что Америка это страна неограниченных возможностей, столь чудесных, что даже сами американцы не в состоянии до конца постичь их. То, за что коммунисты борются и кладут свои жизни в течение 60 лет, Америка уже достигла и даже не подозревает об этом. Типично советский взгляд на идеальное общество. В Америке сейчас коммунизм, он существует. Это не мое мнение, а факт. Ясно? Коммунизм, это так просто понять. Это идея, заключающаяся в том, чтобы каждый был накормлен, имел жилище и мог существовать, так? В Америке я мог бы завтра, скажем, заявить, что я не могу работать, устал, чувствую себя разбитым. Я никто, и я хочу, чтобы общество позаботилось обо мне. А общество здесь располагает благами, социальными благами, такими, как, например, социальное обеспечение, медицинское обслуживание, предоставление жилища. И есть люди, живущие за счет этих благ, потому что они заслуживают этого, потому что у них дети, потому что они чего-то добиваются. А это значит, что они ничего не делают, но имеют все необходимое. Это коммунизм. Он существует здесь в том виде, как его задумал Карл Маркс. А в России? В России его нет, поскольку в России по закону каждый обязан трудиться, чтобы зарабатывать себе на жизнь. В России, если не работаешь, тебя накажут и обязательно заставить трудиться, заняться каким-либо делом. Проблема с легкой жизнью, которую, как кажется, предлагает Америка, заключается в том, что она не дает того, чего так жаждут советские эмигранты. Положение в обществе. В условиях, ограниченные в средствах советской экономики, положение в обществе определяется всеобщим уважением или занимаемой должностью. В Америке, когда молодое поколение семьи находит работу, а их родителей нет, то оказывается сильно поколебленным представление такой семьи о себе. Мой отец был хорошим инженером и считает, что его опыт работы, он почти 20 лет проработал на предприятии, так что он думал, что с его специальностью он сможет без проблем найти работу, поскольку он действительно хороший специалист. но здесь он сидит без работы, он не работает вот уже два года. Он воспринимает это как оскорбление, я работаю, а он нет, и я содержу всю семью. Пока что он не слишком распространяется на эту тему, но чувствует себя плохо. Моя мама работала старшей сестрой в больнице, у моей мамы была по-настоящему хорошая работа, действительно хорошая работа. Все ее любили, и она гордилась своей работой. Она работала с людьми, она, это действительно трудно объяснить, но она делала какое-то доброе дело. Здесь она не может, она не может пройти аттестацию на должность медицинской сестры, даже простой медсестре, и это буквально убивает ее. Им так трудно привыкнуть к тому, что здесь они никто, потому что там они были кем-то, у них было положение, у них был авторитет, их уважали, и вот они приехали сюда такими же, как были, с твердым убеждением, что и здесь будут пользоваться уважением. Они приехали сюда, а здесь они ничто, они работают конторскими служащими и чернорабочими на фабриках, даже если были инженерами. Если бы они знали, что все будет именно так, что их жизнь сложится именно таким образом, то они никогда бы сюда не приехали. если большинство людей, интеллигентов, знали, знали заранее, что их ожидает через год, два, три в новой стране, то думаю, что они никогда бы не покинули свою страну. Россию? Да, мы из России. В России Дмитрий занимал хорошее положение. Я был руководителем в крупном военном клубе, был директором студенческого клуба. И на своей последней работе я также занимал хорошее положение на крупном радиозаводе, в радиокомпании. Без работы я никто. Что может чувствовать человек? Он встает с постели в 6 часов утра. Что я буду сегодня делать? Что делать завтра? Каким будет послезавтра? Я не знаю, что будет, если мы лишимся этой нашей радиостанции. Дорогие друзья, мы сейчас репетируем литературную часть. Дмитрий и его друзья работают бесплатно на небольшой радиостанции для русских эмигрантов Филадельфии. Меридиан. Больше улыбки, пожалуйста, больше, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радиопрограмма Меридиан. Сегодня у микрофонов Меридиана Анна Виноградова и Иотиф Дорфман. Запахло росой. Весна на пороге. Мы свежесть вдыхаем с дыханием эфира. Мы готовим программы, развлекаем сто тысяч человек. Мы знаем, что кто-то в нас нуждается, а это для нас очень важно. Люди сорока, сорока пяти лет и старше, они плачут вместе с нами, они смеются вместе с нами, они любят нас. Телефонные звонки и письма, которые мы получаем от людей, в них наша жизнь. Воспоминания вот еще одна из сторон их жизни. Воспоминания о русских песнях и образах. И вот они сидят и в который уже раз смотрят старые русские киноленты, привезенные с собой снова и снова. Деревья теперь подрослись, а годы летят наши годы, как птицы летят, и некогда нам поглянутся назад. назад. Вот так и живем, не ждем тишины мы летят. Такие такие типично русские образы. Есть они и в Америке, но только на какое-то мгновение, на какие-то несколько дней ненастной погоды, в условиях не менее приятного соседского окружения где-нибудь на побережье. Настоящая же Россия теперь далеко и продолжает жить только в памяти. Им не достает не снегов в России, а ощущение человеческой теплоты и заботы, которые у них там были. В России люди весьма и весьма связаны между собой. В этой же стране каждый живет сам по себе или сама по себе. Евгений Наглеушев, философ. Что меня шокировало больше всего, так это ощущение эмоционального черствости американцев. Каждый приехавший из России это чувствует. Лично я был готов к этому теоретически, но одно дело быть готовым теоретически, а другое подготовиться к этому эмоционально. Эмоционально я был абсолютно не подготовлен к этому. В России дружеские узы это огромная ценность, которая есть у людей. Это величайшее достояние, самое большое сокровище, которым владеешь. Это сокровище, это русская дружба, пала жертвой капиталистической системы. В России эта дружба не на деньгах. Нет ничего, чем можно было бы поделиться с другим. Есть бутылка спиртного, можно распить ее со своим другом. Это ничего не стоит и кроме удовольствия ничего не дает. Есть хлеб, можно поделиться, двое сыты и довольны. В Америке все гораздо сложнее, здесь идет борьба за выживание. Там в России можно быть счастливым, даже если нет денег. Есть трешка, это в переводе на американскую валютность составляет около 30 центов. Можно купить какую-нибудь выпивку, можно купить хлеба, можно целый день быть счастливым. В Америке надо выплачивать свою квартиру, оплачивать счета, надо платить 300 долларов, и то мало. А кто же поделиться 300 долларами? Никто не может позволить себе такое. Следовательно, дружба здесь на западном уровне несколько осложнилась. Наша дружба весьма тесно связана с выпивкой. Это заменяло нам политическую деятельность, которой у нас никогда не было. У нас было мало денег и дружба. Дружба заменяла нам эти вещи и многое другое. Возможно, русское правительство было нашим самым лучшим другом, поскольку оно помогало нам сплотиться. А водка это своего рода мостик между людьми. А теперь в Америке у нас, у некоторых из нас есть друзья. У всех нас есть водка, но нет русского правительства. Но эта потеря даже такая великая, видимо, оправдана, особенно для этих людей, артистов, художников, писателей, которые приехали сюда, потому что действительно хотели свободу, свободу творить, печататься. Константин Кузьминский составитель антологии русской литературы. Впервые в своей жизни он смог заняться своей работой спокойной безопасности. Прав? Да, да. Лев Халиф может теперь написать все книги, о которых мечтал всю жизнь. Никто не причинит ему вреда и не станет препятствовать публикациям его произведений, но никто и не поможет ему их продать. Чего он ждал от Запада? Я ожидал от Запада прежде всего понимания. Я ожидал от Запада прежде всего понимания. здесь возможности мои такие же ограниченные, как и в России. Там меня никуда не пускали. Здесь меня пускают везде, но я не могу пройти масса свободы и столько же безразличия к печатному слову. В России писатель это пророк. Здесь это невозможно. К ним никто не будет прослушиваться. У здешних издателей начинается коммерческий подход. Они говорят, что американский читатель не нуждается в моих сочинениях. Да откуда им это известно? Нужны ли мои сочинения или нет? Наша великая миссия состоит в том, чтобы писать, рассказывать о той трагедии, которую мы пережили. Русские писатели? Кому нужны русские писатели? В них никто не нуждается и в Советском Союзе. А здесь вполне достаточно, скажем, одного, двоих, трех. Это уже слишком много. Солженицын в прозе, Бродский в поэзии. Этого вполне достаточно. Да, это так. Ну, а когда приезжает еще 200 русских писателей, Америке не нужны свои собственные писатели, а мы тем более не нужны. это нам была нужна Америка, а это, ну, это другое дело. Америка с ее свободой выбора и возможностями, и все же. Мы думали, что здесь, где покупают и продают культурные ценности, где создают фантастическую архитектуру, вкладывают деньги во все, есть ли еще место, где можно вложить свой природный дар, свой талант, свои идеи, книги? Ничего подобного. Запад великодушен во многих отношениях, когда, например, распределяются продовольственные талоны среди вновь прибывших, но он не гарантирует им одного, чего они все так ждут признания, уважения. Что за культ создали мы в России, культ Запада? Какой невероятный культ. Чем выше стена, тем нам больше хотелось на Запад, не только уехать. Чем стена недоступнее, тем горит сознание, что мы никогда не увидим этот Запад. Господи, что за культ Запада сотворили мы? Но не только мы оказались наивными, но и КГБ было наивным. Если бы они знали, как с нами станут обращаться на Западе, они давным-давно бы выкинули нас на Запад. Видите ли, русские поэты, русские писатели пользуются в России такой же популярностью, как звезды рока и кинозвезды в Америке. Ими восхищаются, их обожают, женщины почитают за счастье любить их, друзья почитают за счастье угостить их, оказать им поддержку и тому подобное. Здесь же, в Америке, они никому не нужны. здесь хватает своих проблем, которые надо решать. Поэтому здесь мы представляем собой еще одну дополнительную проблему, и осознавать это совсем не смешно и не очень-то приятно. И получается, что я тоскую по КГБ, которая обращала на меня внимание. Они первыми прочитывали мои рукописи и очень тщательно. Это тоже прекрасно, пользоваться таким искренним вниманием. Ты не чувствуешь себя одиноким, чувствуешь себя важным, ощущая себя действительно настоящим писателем. Обязан быть настоящим писателем, коли находишься под таким пристальным наблюдением. В своей кухне Халиф рассуждает о демократии. То есть, что для меня была демократия? Когда никто не хватает моей рукопись, никто не брал меня за горло, никто не трогал моего сына, мне давали возможность сходить и дышать. здесь, когда демократия для всех, она превращается в настоящий цирк. Если представить, скажем, цирк со львами и москитами, и вы утверждаете, что одна и та же демократия должна быть и для тех, и для других. Но почему? Почему демократия для львов должна распространяться и на москитов? Они же совершенно по-другому ее употребляют. Они совсем по-другому ее употребляют. Демократия. Для меня это стало абстракцией, бедствием. Я не понимаю, потом парадоксально, я воспитанный в ней. Я не понимаю, потом парадоксально, я, воспитанный без демократии, чувствовал себя в России действительно личностью. Здесь, при всей демократии, я чувствую себя жертвой. жертвой демократии. Жертвой демократии. И получается, что тоталитарные режимы правы. И получается, что тоталитарные режимы правы. Я всеми фибрами своей души против тоталитарных режимов. И тем не менее, когда я сравниваю их с этим максимумом американской свободы, то я не знаю, где лучше. Я теряюсь. для меня лично эта демократия дико. Итак, демократичность свободна. Лев Халиф может теперь направиться в книжный магазин издательства Русика, где ему покажут его книги. Спасибо. Ее как раз нам не хватает. Бестселлер? Да. Как раз мне не хватает ее на пол. Несказаказ. С ним обсудят его будущие книги, которые в этой свободной стране издательства вправе публиковать, но вправе и не публиковать. и где русские читатели также свободны в своем выборе. Они могут решать, покупать им книги Халифа или не покупать. Все они теперь свободны. Они приехали с верой в то, что свобода означает лучшую жизнь, работу, успех и признание. Теперь они понимают, что свобода не означает ничего, кроме свободы. Они думали, что их жизнь будет столь же безопасной, какой она была в России и свободной. Теперь им ясно, что они применяли свою безопасность, которая у них была, на здешнюю свободу. Стоила ли она того? Мы, которым никогда не приходилось идти на такой обмен, считаем, что стоит. Многие из тех, которые пошли на это, задаются этим вопросом. Права, обязанности, свобода не означают для них того, чего они значат для нас. и никогда не будут означать. Они дети иной системы, системы, которая им не нравится, но которая сделала их такими людьми, такие, какие они есть. И вот теперь они здесь. Люди из другого мира, пытающиеся всеми силами справиться, насколько они могут, с чуждыми для них понятиями. стоило ли это того? Кто может ответить? Плата за вход слишком высока. Все, что мы можем, это сделать так, чтобы они не чувствовали себя у нас нежеланными гостями. Американцы, они нас не любят, хотя они не уничтожают нас. Видите ли, какое дело? Они всего лишь разрешают нам быть, 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 в то же самое время не быть. Они разрешают нам быть, быть, быть. Мои цыганочки, мои спугляночки, мои галочки, где живут теперь? Люблю вас, милые, люблю красивые, люблю вас, подлинные дочери полей. Давай, 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 мне милые, rushe, где Мои галочки, где же вы теперь? Люблю вас смилые, люблю красивые Автосценария продюсера Режиссер Оф Робикл Оператор Джерри Панцер Звукооператор Рик Патерсон Директор фильма Тимоти Маркс Диктор Анита Синьоло Съемки в России Михаил Мерендорф Таков этот фильм Я не собираюсь полемизировать Со смехотворными постулатами Которых более чем достаточно В этой пропагандистской американской картине Считаю это ниже своего достоинства Когда человек из американской полиции Высказывается в том смысле, что Полиция американская не берет взяток Что все там происходит по закону То сами американцы в ответ на это Могут либо возмутиться, либо горько усмехнуться На выбор Не стоит спорить, я думаю, и с биржевым Жуликом Майклом Преуспевающим Вопрос о том, что такое коммунизм Наверное, вы обратили внимание Также на визуальное мошенничество Когда советские люди в нашей стране Показаны в фильме Лишь безликой толпой Они рассчитаны на восприятие Американского обывателя Некто Доблатов Бывший главный редактор Эмигрантской газетенки Рассказывает о том, как прекрасно Работал он в этой газете Кого хотел хвалил, кого хотел ругал И какая это прекрасная свобода Я оставляю на его совести Точнее, на его бессовестности Рассказ о том, что когда он работал в советской газете То регулярно получал откуда-то сверху Списки, кого сегодня надо хвалить А кого сегодня надо ругать Я только хочу обратить ваше внимание На коротенькое слово Которое так как-то незаметно промелькнуло В тексте фильма Бывший, бывший редактор газетенки За что его выгнали? Не знаю, но думаю, что как раз Может быть за то, что он не так и не того хвалил Не так и не того ругал, как этого хотелось бы Его сионистским хозяевам Его рассказ о свободе как-то не очень вяжется Ни с этим словом бывший Ни с тревожным выражением его глаз В фильме много другого Несуразного, злобного, смехотворного Конечно, вы сами разобрались во всем этом Но имеется в фильме и истина Которая проникла туда, может быть, вопреки воле авторов Просто вместе с жизнью, вместе с документальными кадрами Фильм этот построен, как вы видели, на беседах с людьми Покинувшими нашу страну, где они родились Люди эти разные Некоторые уехали из Советского Союза Из чувства страха Они жили не очень честно Боялись, что попадутся И их отношение к нам понятно Другие готовы клеветать на нас Либо за мзду Либо в расчете получше устроиться Выслужиться перед хозяевами Заманившими их на запад Либо из страха потерять работу Но есть в этом фильме люди, которые отвечали на вопросы Корреспондентов американской телевизионной компании На мой взгляд, вполне искренние Даже те из них, которые раньше, возможно, воинственно добивались выезда из Советского Союза Теперь прозрев, они становятся свидетелями против американского образа жизни Только уехав, они поняли, что недооценили И тут мне хочется рассказать вам об одном немаловажном обстоятельстве Первый раз этот фильм был показан в Соединенных Штатах Приблизительно 4 года назад Но мы получили его от американской телевизионной компании За деньги, конечно, несколько видоизмененным Изменения вот какого рода Когда этот фильм впервые показывали по американскому телевидению Его представляла телезрителем известная американская телевизионная журналистка Джессика Сэвич Сейчас мы вам покажем ее на экране Она делала вступительное слово, в котором в том числе сказала и следующее Вы никогда не думали о том, как это прекрасно Не беспокоиться о работе на завтрашний день Об уплате за образование Затем она называет имена создателей фильма и говорит Нам представляется случай узнать советскую точку зрения о свободе в Америке И может быть узнать кое-что и о самих себе В сегодняшнем варианте фильма, как вы видели Джессики Сэвич не существует Она даже не упоминается в титрах В чем тут дело? Вернемся в предысторию После первой демонстрации фильма по американскому телевидению Сионистские круги выступили против него Считая, что в нем сказано слишком много хороших слов о Советском Союзе А через некоторое время Джессика Сэвич погибла При достаточно загадочных обстоятельствах Среди людей, о которых был сделан этот фильм Поползли слухи, что гибель ее не случайна И тут не обошлось без участия тех Кому фильм показался недостаточно антисоветским И слишком уж обнажившим трагедию людей Которые поверили сионистским зазывалам И уехали из Советского Союза Как я уже говорил Фильм этот был снят около 4 лет назад Изменились ли за это время обстоятельства и положения Бывших советских граждан в Соединенных Штатах Америки Для того, чтобы ответить на этот вопрос Мы сегодня побеседовали с некоторыми из них Наш корреспондент в Нью-Йорке Вадим Лобаченко Беседовал с некоторыми из бывших советских граждан Которые, подобно тем, кого вы видели в американском фильме Поддались западной пропаганде и оказались в США Владимир Дунаев встретился с такими же людьми В Вашингтоне в Советском консульстве И Виктор Михеев разговаривал с бывшими советскими гражданами В здании Советского консульства в Вене Мой сын, я его вызвала, ему было 7 лет За что он должен страдать? Он безвинный Что его здесь ждет? Кроме мучений и страданий Я же здесь 7 лет Я подала за агитацию израильскую Это пропаганда их Что нас сделали? Сколько мы намучили, сколько мы мучаемся теперь А люди, что хотят выехать в Союз, бросать свою родину Я всем братьям моим пишу Бросайте родину, берегите ее Настроение этих людей сегодня совершенно определенное Выстраданное Впрочем, когда они уезжали, настроение было другим Вам дать подписку, что не будем проситься Не будем? Нет, не будем Могу дать вам, все члены моей семьи могут дать подписку вам А родители остаются здесь? Да, остаются здесь И как вы приняли такое решение покинуть своих родителей, не говоря уже о родине? У меня выехали родыщи, родные У вас там родственники родные? Да, у меня родственники А кто? Дядя Если не теперь, что он вам пишет Приглашал он вас, или это ваше собственное решение? Да, он нас приглашал, и больше я говорю Эти кадры сняты в Вене Екатерина, ты куда пошел? Он радует Ну, быстренько, давайте Скажите, пожалуйста, вы приехали из Советского Союза, да? Да, да С какими чувствами вы сейчас приехали? Ой, еще сами не разберемся, что к чему Мы еще не так не довольны, вы рады? Ну, рады Пока эти люди пребывают еще в состоянии ожидания Причем радостного ожидания Ожидания благополучия Приятной жизни На богатых улицах, которые они видели На экранах кино И телевидения Но действительность будет другой Их вначале поселят бесплатно в грязных отелях Где комнаты сдают не по дням, а по часам, проституткам А потом они будут искать себе жилье сами И в конце концов обоснуются в бедняцком районе Бруклина Который называется Брайтон-Бич Здесь, под круглосуточно грохочущей надземной дорогой метро Они пополнят колонию бывших советских граждан Очень похожую на гетто Бывший советский гражданин, бывший художник Игорь Иванович Синявин Таня, жена, она работала учительницей Я работал художником в оформительском комбинате Мы в 76-м году покинули Советский Союз Жена, я, двое детей Где было лет детям? Детям было дочери семь, а сыну восемь лет Они уезжали с сожалением, как и я В общем, было тяжело Но в то же время мы надеялись, что здесь увидим новый цветущий мир Без которого жить там просто невозможно Как-то обещали голоса Америки Да, как обещали голоса Америки Ну, я ЕПИМ из города Киева Выехал в 77-м году Ну, я когда приехал в Америку, я понял, что я сделал, конечно, роковую ошибку Что это, в принципе, не наша страна Не то, что наша страна Это не страна для той же, которая вырос в Советском Союзе Это совершенно другой образ жизни Из родины жить нельзя Потому что там, где человек вырос, он должен жить Это его обычаи, это его наряды, это его культура, это его образ жизни Моя фамилия – это Малибеков Рашид Салимович Я приехал из Москвы По профессии был кинорежиссером В Америке уже восемь лет Ровно 19 марта я вылетел из Шереметьево-Вена Ну, и буквально с первых же дней я, так сказать, увидел западный образ жизни Меня зовут Тарас Кордонский Я из Москвы Приехал сюда почти восемь лет назад И, ну, приехал, как говорится тоже Открывать Америку Открывать Америку Лучше один раз увидеть, чем что раз услышать Далее Ну, самое главное Самое главное, что очень быстро прозрел Здесь и с тех пор Главное чувство, которое Это чувство стыда и вины Чувство стыда и вины И Какая у вас профессия? Профессия это, в общем, назвать нельзя Я был музыкантом эстрадным, таким рок-н-ролльщиком Увлекался с юности западной музыкой И это, конечно, тоже сыграло свою роль Одно из основных моих желаний сюда Приехать, увидеть это все Но попав сюда, я Даже почти не пытался, в общем, продолжать это занятие музыкой здесь Совсем ощутил это все иначе Оно стало мне чужим Здесь То, чем я увлекался И то, что казалось мне таким интересным И Необычным, экзотическим Здесь этот рок-н-ролл Здесь я понял, что это Чуждо, чуждо, поверхностно Наносное Что я ничего не чувствую Все это было просто Просто слепое какое-то увлечение, подражание Потому что они И все, и Здесь я этим Даже не занимался Работал Здесь все И работал на фабриках Работал сторожем Курьером Продавцом на улице Вот Портный Сейчас Сейчас, да, работаю Вот В портновском деле Здесь Колоссальный индивидуализм И эгоизм Личности Американцы в этом воспитаны Они не понимают Ничего другого Ни того Ни того русского коллектива Дружбы Открытости Здесь Каждый Замкнут В своем собственном мире И даже в своей собственной семье Он одинок Потому что дети покидают Родители Родители не занимаются Воспитанием детей Это, видимо, традиционно Еще корни Скрываются Далеко в истории Второй Второй момент Который Открыл Как бы явился Ключом Для понимания Американской Культуры Американской жизни Это Такой Практицизм Прагматизм Американской Всего американского Стиля жизни Вот если Там В Европе В России Да и в странах Востока Оценивают Личность Как Достоинство личности Оценивается По Тем Идеям В которые Она верит Тому Духовному Содержанию Которое Она несет То здесь Достоинство личности Оценивается Только одним критерием Счетом В банке Если Один человек Встречается С другим И его собеседник Начнет развивать Перед ним Какие-то Утопические Планы Или идеи То тот будет На него Совершенно Хладнокровно Взирать И думать Только об одном Принесут ли Эти идеи Доход В угла Поставлены деньги Прежде всего И деньги И такой Какой-то Очень Вульгарный Материализм Продолжение следует... Вы можете выиграть 100 тысяч долларов Если после просмотра видеокассеты правильно угадаете номер телефона Игра называется Охота за деньгами 40-минутный фильм предназначен для миллионов любителей выигрышей нашей стране Суть ее заключается в том, что просматривая фильмы Нужно по ряду примет определить страну, город, шифр замка сейфа в банке этого города и телефонный номер Придуманная актером Джоном Виллиманом кассета для видеомагнитофона стоит 29 долларов 95 центов К ней прилагается официальный талон участника игры Если у вас есть некоторый опыт, знания и способность логически мыслить, эти деньги могут быть вашими Компания, продающая кассеты, считает, что кто-нибудь обязательно выиграет эти 100 тысяч Легче всего отгадать номер телефона Найти название страны, городе и номер шифра сейфа немного труднее Кое-кому из играющих, как, например, Тому Бессу, уже кажется, что деньги вот-вот перейдут к ним Я все рассчитал Я уверен, что деньги будут моими Многие люди, приехавшие из Советского Союза, с образованием не могут найти работу Сидят на велфере, гниют просто Сами коренные американцы, кто для того, чтобы хоть как-то удержаться Они с утра до вечера должны с такой интенсивностью работать, которая просто не снилась людям в Советском Союзе Вот Таня работает, ну, там, еще мне рассказывали там на одной работе С ума люди сходят от перенапряжения Боятся потерять работу, берут сверхурочные, только бы как-то справиться с работой Я работал, например, на фабрике Манишевича, ночная смена, очень тяжелая Мы должны были фабрику приготовить к утренней смене Мы четыре человека делали работу, десятерых И когда мои, значит, товарищи по работе, мексиканцы, портовиканцы, поляк был один Когда мы решили, значит, встретиться с профсоюзным боссом, он встретился с нами И сказал нам, знаете, очень грубо и в нецензурной форме, что вы будете работать Так, как нам, наверное Не хотите, выбирайте сегодня А вы не пытались по специальности, по профессии найти работу? Нет, нет, никогда Я и не думал, что я Когда, честно говоря, я уезжал, когда мне друзья говорили Куда ты, Рашид, едешь? У тебя нет ни языка Ты будешь работать в кинематографе Я говорю, нет, я не хочу работать Я буду работать механиком Я буду работать габиджменом Ну, габиджменом, это, другу говоря, уборщиком мусора Оказалось, что ни механиком, ни габиджменом здесь за работу не устроишься Потому что они это шепотом говорят, но это мафия Атам Алибеков работал в Москве на киностудии режиссером У него возник конфликт с руководством студии И он счел это достаточным основанием для того, чтобы уехать Наверное, в том месте, где он сдавал свой советский паспорт и получал разрешение на выезд Ему тоже задавали вопрос, не спешит ли он, не делает ли ошибки, не пожалеет ли потом Но он был решителен Когда я познакомился с ним в Нью-Йорке, он работал мощиком котлов в пекарне Работал по ночам, а днем отсыпался Но дело тут не в том, что вот, бывший режиссер, кинорежиссер работает мощиком котлов Он, в конце концов, знал, на что шел Дело в другом Дело в том, что только там, в Америке, как он сам мне говорил Он вдруг вспомнил о достоинствах нашего общества, которые как-то не замечал раньше Один из бывших, с которым я беседовал, сказал мне однажды так Я, уезжая из Советского Союза, думал, что в Соединенных Штатах Америки Все так же, как у нас, но только гораздо лучше А когда я приехал, то понял У них все не так, вся жизнь не так Может быть, они к такой жизни привыкли, может быть, им нравится, а я не могу На родине его ценили, если он хорошо работал, если делал людям добро, если был справедливым А здесь оказалось, уважение дают только деньги, причем большие, и неважно, как ты их заработал Никто из этих людей не идеализирует нас Они знают наши проблемы, знают наши недостатки Но там, на чужбине, они вдруг поняли Что наше достоинство может быть гораздо важнее Гораздо существеннее наших проблем и наших недостатков Человек человеку здесь не поможет Валяйся на улице, тебя будут избивать, к тебе не подойдут Только потом подойдут, скажут, you are right, с вами все в порядке, больше ничего Если говорить кратко, об этом, чтобы охарактеризовать его несколькими словами, я бы сказал так Мир без пощады и жалости Без доброты настоящей Есть, конечно, есть и добрые люди, которые добрызм по своей сути Но мир не добр, этот мир просто безпрощадный Он не прощает человеку Чего не прощает? Он ничего не прощает, если ты не расторопен, если ты не так способен, если ты не так... Ты не... Выживает сильный Выживает сильный, да Ты... Тебя... Ты отметаешься, да Это морально или материально? Или то и другое? Ну, а... Морально, прежде всего, мне кажется Материальная сторона – это не главный фактор Морально – самое главное Вдруг оказывается, что слова «не хлебом единым жив человек» – это не просто слова Это остея – местечко под Римом Это, так сказать, пересыльный пункт после Вены Здесь эмигранты ждут визу в Америку А визу туда дают с большим трудом Не всякому Ее надо чем-то заработать Либо антисоветскими заявлениями Либо доносами на своих сограждан Либо еще чем-нибудь похожим А пока живут кто чем может Работы ведь нет Для итальянцев нет Кто же позволит отдавать рабочие места эмигрантам? Вот и подрабатывают на блошином рынке в Риме И ждут американской визы Месяцами, годами Все еще надеясь, что в Америке их ждет счастье Но уже не очень веря в это Вам хорошо живется в Италии? Италия красивая, очень красивая Италия. Работы нет. Для меня нет работы. Вы совсем не работаете? Нет работы. Италия красивая, очень красивая Италия. Но ведь вы хотели поехать в США. Американский консул сказал нет. Для Америки вы не нужны. А в Америке Рождество. Вы помните бойкую женщину по имени Марина, которая стала экскурсоводом в Нью-Йорке? Помните ее фразу о том, что когда она узнала, что кто-то открыл неподалеку такой же бизнес, который открыла она, то первая мысль, которая пришла ей в голову, была убить его. И только затем она поняла, что в этой стране так не делают. Здесь надо найти законные способы сделать то же самое. То есть законно раздавить экономически. Законно разорить конкурента. Законно убить его. Она произнесла эту фразу, как ну что ли похвалу этому обществу, не понимая, что вынесла ему страшный приговор. ВОДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Одной из главных, если не основной причиной выезда было воздействие американской пропаганды, которую я почти регулярно слушал по голосу Америки, в свободе, другим радиостанциям. Американская пропаганда пытается внушить всему миру, что американская система, американский образ жизни, американская культура самые лучшие на Земле. Я считаю, что массовая поп-культура, как ее называют, она является страшной опасностью для всего остального мира. Может быть, не меньшей опасностью, чем атомная бомба, потому что атомная бомба еще неизвестно, свалится ли. А это распространяется по всему миру, разлагает остальной мир, где существуют американские поклонники, поклонники американского стиля жизни, не понимая, что они не видят и не знают, что здесь за этой поп-культурой стоит грязь, совершенно ничтожество. Многие из этих людей сейчас вызывают чувство жалости, вполне естественное человеческое чувство. Однако нужно помнить, что в прошлом это далеко не агнцы. Ну, например, Игорь Синявин, он был художником, и абсолютно твердо считал, что культура в нашей стране подавляется властью, и что она может расцвести, в том числе и его талант, только на Западе, только в Соединенных Штатах. И уезжал он туда с твердым намерением оттуда, из-за границы, активно бороться против советского строя, против советской власти. Так он сам говорил. После того, как он несколько лет прожил в Соединенных Штатах, он пришел к совершенно определенным выводам, и вы о них уже знаете, слышали их от него. Так что еще раз хочу сказать. Некоторые из этих людей крайне негативно были настроены против нашей страны, и хотели выехать, не просто поддавшись уговорам, обману, пропаганде, а вполне целеустремленно, даже воинственно. Но произошла примечательная вещь. Они уезжали открывать для себя Америку, а получилось иное. Они там, в Америке, открыли для себя прежде всего свою страну, в которой раньше жили, те ее достоинства, которых раньше не замечали, мимо которых проходили равнодушно, с пренебрежением и даже с раздражением. Подумаешь, бесплатное образование, подумаешь, бесплатное медицинское обслуживание, подумаешь, что, подумаешь, другое. Теперь у них появилось время подумать, сравнить, оценить. Среди тех, кто уехал из Советского Союза, много лиц еврейской национальности. Они немало слышали по различным радиоголосам о том, как якобы нарушаются права евреев в Советском Союзе. А приехав в Нью-Йорк, в Соединенные Штаты, они столкнулись и с бытовым, и с официальным антисемитизмом, причем иногда чисто фашистского накала. Они видели оскверненные еврейские могилы, знают о взрывах в синагогах в разных городах Соединенных Штатов. Они узнавали о том, что евреев не принимают на работу во многие учреждения, не принимают в клубы, не принимают в компании. Они видели в демонстрации фашистов в Чикаго и Сен-Луисе, многотысячные демонстрации, участники которых открыто носят лозунги с призывом убивать негров и евреев. Они впервые в своей жизни увидели газеты, в заголовке которых вынесены вот эти самые призывы, по сути, гитлеровские, и эти газеты свободно издаются в Соединенных Штатах Америки. А те, кто уехал в Израиль, обнаружили там просто российское государство. Фамилия моя Гданский Александр, жена моя Гданская Мария, и дети Олег, Илья, Миша, Светлана, и вот Аннушка родилась здесь, в Вене. Все мы воспитаны в чисто советском духе, но оказавшись на Западе, по израильской визе, обманутые сионистской пропагандой, мы попали в израильское государство, если можно ее назвать, это не государство, а помойная яма. И когда мы прибыли в Израиль, мы сразу же, с первого дня, увидели, что нас обманули сионисты, якобы это обитованная страна для евреев, впрочем, я даже к еврейству ничего общего не имею, так как я воспитывался в детском доме без родителей, и фашисты у меня отняли родителей, сионисты отняли у меня все, и отняли юность и детство моих детей, конечно, с моей помощью. Если бы я этого не сделал, они бы насильно меня бы, конечно, не заставили. Я, конечно, пошел на их удочку, в чем я сильно раскаиваюсь и готов искупить свою вину даже ценой своей жизни. Хочу сказать вот еще о чем. В американском фильме «Русские здесь» показана та часть уехавших из Советского Союза и поселившихся в Соединенных Штатах бывших советских граждан, которая так или иначе устроена, материально устроена. Та часть, которая не думает о том, что завтра можно умереть с голоду. И хотя писатель Лев Халиф, который тут рассказывал нам о том, как КГБ читал его рукописи в Советском Союзе, покупают пищу паталоном, это видно не на деньги, а именно паталоном, которые сионистские организации дают ему в порядке кратковременной помощи, ибо денег на продукты, как видно, у него нет, даже его все-таки можно отнести к категории людей устроенных. А есть другая часть, и она очень немалая, людей, которые побираются на улицах, становятся бродягами, зарабатывают проституцией. Таких в этом американском фильме, конечно, нет. Но даже те, кто устроился, на мой взгляд, производят жалкое впечатление. Впечатление людей, живущих в духовном гетто, в черте оседлости. Даже искусство, которое у них есть, вы видели эстрадный номер, который исполнял раньше, в общем-то, неплохой бывший артист кино и эстрады Борис Сичкин. Ведь это сейчас, то, что вы видели на экране, это в худших традициях дореволюционной местечковой сцены. Ощущение такое, что история вдруг отбросила их всех на 70 лет назад к духовному состоянию их бабушек и дедушек. И когда эти люди смотрят, обливаясь слезами старые фильмы, то это не ностальгия по прошлому. Это они видят свое потерянное будущее. А когда какой-то безымянный певец утверждает за экраном, что Одесса не Одесса, вот без таких людей, каждый из слушающих его там, в Америке, может только горько усмехнуться. Вот как иногда время вдруг оборачивается вспять. Мне кажется, что большинство людей здесь несчастные. Я не хочу сказать все из тех, кто приехал сюда. Не думаю, что я могу так сказать. Но я думаю, что очень много. Может быть, действительно, половина. Если больше. Если не больше, может быть, и больше. Потому что это... Потому что многие люди просто... Уже попав сюда, обнаружили, что они... очень здесь плохо, тяжело и грустно. Как бы даже они материально не жили. Потому что многие здесь даже достигли каких-то материальных успехов, материального положения. Многие имеют профессию, работают в этой профессии. Но настоящего чувства, ощущения жизни настоящего у них нет. Так что я думаю, действительно, очень многие... многие желали бы, сожалеют, горько сожалеют, потому что они сделали бы... Я пришел здесь к глубочайшему одному убеждению, что все мои товарищи, друзья, режиссеры, может быть, те, которые сейчас дома чем-то недовольны какой-то, так сказать, бюрократии там, или, так сказать... Ну, что, собственно, было со мной, почему я так, так сказать, обиделся и поругался со своим кинематографическим начальством и уехал из страны. Это был такой момент шокового состояния, что... Я уверяю, что все мои друзья... Вот в этом, так сказать, невероятное интересное явление и сила... Опять извиняюсь за пафос, так сказать, мысли, что ли, и сила вот советского общества, что все мои друзья, побудут они здесь один год, полгода, они поймут, что это общество не для человека, воспитанного с детства на идеях, на стихах Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо на Пушкине, на Лермонте, знаете... Тут ужасно, тяжело, тоскливо, грустно. Жить в чужом... Хуже ничего не может быть, на мой взгляд, для человека, чем... чем оказаться в чужом, оказаться чужим по психологии, по вкусу, по культуре... это не игрушки уже, понимаете, я вышел из того возраста, когда... Никто у нас не надо выиграть. Ну, кто? Никто. 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 Это вас хватает. Поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу решить этот вопрос положительно. Я не хочу, чтобы вы поехали туда и также просили обратно, пожалуйста, убедительные дети во вверх, как вот Наимитов у нас просился. Родители пришли, тут плакали, на коленях с нами, помогите, пожалуйста, спасите нашего сына. Я не буду проситься. Не будете проситься. Вы также убеждаете о выезде, как и обратно будете потом проситься, также убеждаешь. Я могу дать подписку, потому что я проситься обратно не буду. Человек, ответы которого вы только что слышали, он сидел к нам спиной, совершает ошибку, трагическую ошибку. Через некоторое время он сдаст свой советский паспорт и дорога назад закрыта. Он станет бывшим советским гражданином. А можно назвать и гораздо резче, потому что бывших используют там не только для мойки котлов в пекарне, но, если удается, и для прямой работы против нашей Родины. Работа сионистов и буржуазной пропаганды вообще продолжается. Разным лицам в нашей стране продолжают приходить вызовы от существующих и несуществующих родственников из-за рубежа. Присылают эмиссаров. Радиоголоса обещают облака, отороченные соболями и колбасные дожди. Я пользуюсь цитатой из американского фильма, который вы увидели. И кто-то размышляет, ведь это так заманчиво и только с течением времени придет к осознанию трагедии. поймет, что оказывается есть ценности в жизни, о которых мы даже не думаем у себя на Родине, потому что они существуют с нашего рождения, как существуют мать и отец для ребенка. И только потеряв родителей, можно понять, что они для тебя значили. А так ведь кажется, что они были всегда и будут всегда. И они тебе все должны. И бесплатную школу, и бесплатные вуз, и бесплатное медицинское обслуживание, ты привык, что тебя уважают по труду, по свету души, а не по деньгам в кармане. Привык, что кто-то обязан предоставить тебе работу после окончания школы или вуза, и несправедливо, если тебя уволили, то кто-то обязан восстановить тебя на той же работе. И даже не отдаешь себя отчета, кто это все делает, потому что это делается как-то как бы само собой. И происходит, так сказать, как будто все это разумеется само собой. В нашей ежедневной жизни мы больше обращаем внимание на наши трудности, на наши проблемы, которые нас раздражают, расстраивают, и подчас очень жалко, что приходится тратить силы на их преодоление. Но это естественно, совершенно естественно, совершенно справедливо и так устроен человек, и без этого нет движения вперед. А все хорошее мы воспринимаем как данность, не задумываясь о том, что все это великие завоевания нашего народа, и подчас забываем, каких же огромных усилий стоило нашему народу все эти завоевания отстоять. И как они сложились, наши человеческие отношения, именно наши, социалистические. А, наверное, полезно было бы чаще задумываться об этом. Наша передача окончена. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok